Хоть и перенесли киберпанк на пару месяцев, хуже он от этого точно не будет. Вчера поляки показали первую серию своего предрелизного шоу Night City Wire, и как же круто выглядит игра. Нет, серьезно, даже на Current Game картинка местами удивляет, а вы представьте, какой она будет на следующем. Даже специалисты из Digital Foundry отмечают, что внимание к деталям просто потрясающее. Но не буду забегать вперед, как вы поняли, большая часть выпуска сегодня посвящена Cyberpunk 2077, так что ставьте лайки, если тоже не терпится в нее поиграть. А я сейчас расскажу обо всех новых деталях, которые рассказали как сами авторы, так и уже успевшие в нее поиграть журналисты. Трансляция началась с демонстрации нового трейлера, смонтированного из событий, что ждут игроков в прологе. Ви и Джеки пытаются добраться до чипа, дающего его владельцу бессмертия. Заканчивается, правда, все не очень хорошо, зато появляется всеми обожаемый Джонни Сильверхенд в исполнении Киану Ривза. А в новом геймплейном ролике показывается механика, когда Ви переживает события за другого человека. Их можно наблюдать как голографическое кино, перематывать, останавливать и менять ракурс. Все для того, чтобы проанализировать пережитые другим человеком события и найти ускользнувшие от сознания улики. Судя по всему, это одна из детективных миссий. Ранее разработчики обещали, что подобные квесты в игре будут значительно интереснее, чем схожие расследования из Ведьмака. Также авторы рассказали, что в игре не будет квестов-филлеров. Все истории будут либо влиять на сюжет, либо рассказывать что-то новое и интересное о персонажах и событиях вселенной. Кстати, чтобы игровое сообщество сильно не расстраивалось переносу релиза на ноябрь, CD Projekt устроила бесплатную раздачу тематического контента по игре. Почти 4 гигабайта обоев, скриншотов, артов и набросков из игры, постеров, граффити и многого другого в высочайшем качестве. Для скачки нужна лишь учетная запись в магазине GOG. Помимо официальной презентации, в сети появилось множество превью-материалов о прохождении первых часов игры. Итак, коротко о главном. В игре широкие возможности для гастомизации внешнего вида персонажа, начиная от строения лица и причесок, заканчивая видом и количеством половых орденов. Также в начале можно выбрать одну из трех предысторий для своего героя, что повлияет на набор стартовых квестов, которые достаточно объемные, но так или иначе все они ведут к знакомству с Джеки. В игре осталось пять базовых характеристик персонажа – здоровье, реакция, интеллект, техника и крутизна. Некоторые из них могут прокачиваться по мере использования, прям как в Скайриме. На данный момент в игре лишь аркадная физика вождения авто, а решения по добавлению возможности переключаться на симуляцию, как в Мафии, пока что нет. Варианты прохождения некоторых квестов исчисляются десятками, а решения, принятые игроками, влияют на взаимоотношения с персонажами и фракциями, что влияет на будущие квесты. Кибернетические улучшения доступны для всего тела – рук, ног, головы и даже глаз. А город Найт-Сити с окрестностями красив и огромен. Причем карта в игре будет трехмерная, благодаря чему видно, насколько он вертикален. Отмечается, что можно зайти в любую аллею во множество зданий, подняться на несколько этажей или спуститься в подземные уровни. В городе очень много NPC, каждый из которых занят каким-то делом. Часто они общаются друг с другом, обсуждают различные события, и, возможно, таким образом можно будет подцепить какие-то побочные задания. Из проблем игры выделяют то, что принудительный вид от первого лица с не самым большим углом обзора иногда не дает понять, насколько удачно герой прячется при стелсе. Кому-то не понравился неуклюжий дизайн инвентаря и слишком простое управление автомобилем. А ближний бой оказался довольно прост и даже чем-то похож на ведьмачий. Хотя тут что конкретно плохого я сказать не могу. Некоторым стрельба показалась недостаточно похожей на Doom, а также не устроила слишком большая линейность сюжетного сегмента. Короче, претензии разного уровня адекватности, но в целом отзывы скорее крайне положительные, если закрывать глаза на баги. Если разбирать графическую составляющую, то мастера из Digital Foundry были приятно удивлены. Больше всего экспертов впечатлил уровень детализации. По их словам, прежде они не видели ничего подобного в играх с открытым миром. Также в игре используется огромное количество источников света. Вероятно, это послужило причиной отказа от рейтрейсинга и лока на 30 фпс вместо ожидаемых 60. Впрочем, компания Nvidia уже подтвердила, что трассировка лучей в игре все-таки будет. Видимо, только на Next Genie. А вот версиям для PS4 и Xbox One лучевой красоты не достанется. Разумеется, и без графических артефактов не обошлось. Иногда видны не самые высококачественные тени, иногда разражает обилие постэффектов и запоздалая подгрузка текстур. Но билд это еще далеко не финальный, так что есть время со всеми этими багами разобраться. Зато если сравнивать графон с трейлерами двухлетней давности, налицо ощутимый прогресс. А не так, как это обычно бывает, со слишком амбициозными песочницами. Ну и напоследок вам небольшая хай-тек новость, в конце поймете почему. Компания Google представила новую технологию съемки и воспроизведения трехмерного видео под названием Immersive Light Field. В съемке участвуют 46 камер, синхронизированных друг с другом и расположенных на неком куполе. Это позволяет создавать такую объемную картину, что пользователь может менять ракурс камеры прямо в процессе просмотра, заглядывая за угол или рассматривая объекты со всех сторон, пока те стоят на паузе. Судя по демонстрационному ролику, технология не требует обязательного наличия VR-шлема, однако погрузиться в полное 3D, конечно, без специального девайса не выйдет. Выглядит технология любопытно, и вполне возможно, что с ее применением VR-развлечения выйдут на совершенно новый уровень. Кстати, чем-то эта технология похожа на ту, что как раз показали в геймплейной части презентации Киберпанка. Не находите? Не забывайте отправлять это видео друзьям, ставьте лайки и подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами был Михаил Кольбус, не болейте и хороших вам выходных! Субтитры сделал DimaTorzok